Когда-то здесь были голые стены, а теперь уютная семейная парикмахерская. Чуть больше месяца здесь оказывают услуги укладки, окраски и стрижки волос мужчинам, женщинам и детям. Клиенты сюда приходят ежедневно, результатом довольны. Увидел объявление, первый раз в интернете, я второй раз уже здесь подстригаюсь. Ну, не могу найти своего мастера, не могу найти. Увидел объявление, пришел, первый раз подстригся, мне понравилось. Сейчас пришел второй раз подстригаться, мне все нравится. Открыла парикмахерскую многодетная семья Журавлевых. Они переехали в наш город Салтая. Идейный вдохновитель – жена Людмила. Ремонт сделал муж Александр. Вместе прошли парикмахерское обучение. Социальный бизнес – не дань моде, а желание помочь нуждающимся и сделать парикмахерские услуги доступнее. Малоимущие семьи – это 50% скидка будет. От стоимости, от полной стоимости. По карте забота – 5%. Потом у нас комплексные стрижки всей семьей. Люди приходят всей семьей. Будет тоже скидка 10% от общей стоимости всех стрижек. Семейная парикмахерская получила финансовую поддержку. 150 тысяч рублей по программе организации безработным гражданам собственного дела. Еще 250 тысяч – окружная единоразовая выплата малоимущим на открытие бизнеса. Это очень сильно помогает. Это дает уверенности в том, что можно что-то организовать с помощью служб, администрации. Как-то увереннее себя чувствовать. И просто людям хорошее делать, чтобы были красивыми, модными, стильными. Поддержка предпринимательства необходима для гармоничного развития экономики. И в округе создаются для этого все условия. Помощь губкинские предприниматели могут получить и в центре «Мой бизнес», в том числе в части льготного кредитования. Те программы, которые у них были обычные для кредитования, это для начинающих предпринимателей, они также остаются, для самозанятых. То есть вот эти все ставки, причем от 3% для начинающих, это очень даже вообще идеальная ставка, надо сказать. Эти программы так продолжают действовать. Глава города Андрей Гаранин считает, что чем активнее развивается малый бизнес в Губкинском, тем больше будет возможности для жителей получать качественные услуги по доступным ценам. Помощь в старте своего дела можно получить, приняв участие в муниципальном грантовом конкурсе. Ежегодно мы поддерживаем наших предпринимателей, начинающих и действующих, предоставляем необходимую грантовую поддержку, участвуют в конкурсе, комиссия выбирает те проекты, которые возможны и необходимы именно здесь, сейчас, в нашем городе. Ну и дальше будем продолжать эту поддержку. В этом году мы будем поддерживать молочных производителей нашего города, уже объявлен конкурс на субсидию. Поэтому думаю, что дальше будем продолжать работу в этом направлении. В Губкинском продолжается прием бизнес-проектов на участие в муниципальном грантовом конкурсе. Идеи полезных для города предприятий принимают в отделе организации потребительского рынка до 2 июня. Валерий Усманов, Елена Канина, Данила Индюков. Новости Губкинского.